Салют, чуваки, с вами Киит, и сегодня мы с вами обсудим европейскую карту компании для второго Mount & Blade, которая получила поддержку кораблей, наконец-таки. Как видите, это нововведение позволяет перемещаться самому и вместе со своими армиями по воде. Весьма-весьма неплохая система, особенно учитывая, что корабль у вас может быть не один, а сразу несколько, и, естественно, у каждого корабля свои характеристики и своя необходимость в команде. То есть по характеристикам здесь, по сути, это грузоподъемность, скорость и вмещаемое количество войск, но и требования также к команде, потому что если у вас не полный состав на корабле, то, соответственно, как видите, скорость будет ниже максимальной для данного корабля, поэтому необходимо, естественно, на определенном левеле содержать данное количество команды. Ладно, что у нас с вами... Ну, для начала давайте по системе портов пройдемся. То есть на самом деле не особо обязательно покупать себе корабль. То есть вы можете спокойно залетать в порт любого прибережного города и перемещаться по некоторым направлениям. То есть там обычно пишут, типа, куда ты все-таки можешь переместиться. То есть мы идем вот к этому чуваку, и он говорит, что можем переместиться, допустим, в Венецию за 500 монет. Но, как вы понимаете, есть и другие прибрежные города. Допустим, ты не хочешь в Венецию, ты хочешь в Анкору, хочешь в Наполи, в Рим, еще куда-нибудь. Вот для этого уже нужны корабли. То есть чтобы перемещаться не в те места, которые тебе предлагает портовый служащий, скажем так, а именно то, куда хочешь ты сам. Но, опять же, это накладывает как раз-таки ряд преимуществ. И ограничений, про которые я только что говорил. Есть вот такие вот небольшие места, в которых ты можешь переместиться, ну, вернее, проплыть чуть ли не мгновенно. То есть опять за это нужно платить. Но тебя быстренько на весьма хорошей скорости перемещают из точки в точку. То есть то, что весьма и весьма неплохо, я бы сказал. Корабли будут оставаться в порту. То есть твои корабли. Поэтому, если ты не заберешь их из порта, здесь они останутся. Поэтому тебе нужно будет за ними вернуться, чтобы уже как-то двигаться именно на своем корабле. То есть это тоже такой логичный, на самом деле, пунктик, который просто-напросто нужно иметь в виду. Потому что ты можешь просто-напросто оставить корабль и как бы все. Фиасыч, придется потом за ним возвращаться. Плюс ко всему отдельные континенты, вроде той же Англии. Ну, или, допустим, если ты с Англией хочешь в Скандинавию или наоборот. То есть, если ты скандинав, который решил напасть на, естественно, Англию, у вас война. Само собой, тебя в прибрежные города не пустят. Война, в конце концов. А вот для такой фигни, как раз-таки, и есть такие свободные порты, так сказать. То есть, в которые может зайти любой желающий. Здесь, допустим, высадиться. Навтыкать этим англичанам по самое неболу и вернуться назад на свой корабль. Но, опять же, нужно будет, как я и сказал, возвращаться именно в тот же порт, с которого ты высадился. Такой вот пунктик. Что касаемо карты. Карта здесь огромная и затрагивает большую часть Восточной, вернее, Западной Европы. Но потихонечку в будущем будет, конечно же, представлена и Восточная Европа. То есть, если играть, допустим, с модом на Рим, то почему-то городов здесь... А, хотя, это же портовые города сейчас отображаются. Вот я и думаю, что у меня, типа, за проблема, почему я... Были же дополнительные города, почему я их не вижу. Сейчас мы сами приземлимся в порт и посмотрим теперь. Да, вот у нас появилась еще дополнительно Польша, как мы видим, и, ну, парочка немецких еще территорий. В общем и целом из Восточной Европы здесь по большей части сейчас Польша, но, как видите, еще есть здоровенный пласт уже готовых территорий, продуманных. То есть, по сути, там осталось лишь забабахать новые поселения, забабахать дороги и все. И карта у нас с вами серьезно-серьезно расширится. Ну и, конечно же, немножечко дополнительных территорий в Африке есть, на которых сейчас располагаются срайцы. Вот непонятно, на самом деле, что будет по фракциям. То есть, некоторые фракции просто расширят свои территории, либо же добавятся какие-то дополнительные фракции. Но, опять же, если они добавятся, то тогда нельзя будет совмещать данную модификацию с какими-то другими глобальными модами. То есть, сейчас это, в принципе, работает условно как ванилька и можно дополнительно накидывать всяких там масштабных модификаций и все это будет уже меняться. То есть, карта будет европейская, а уже фракции, солдаты и все остальное будет исходя из какой-то крупномасштабной модификации, которую вы накатите. То есть, Callerati Expanded Kingdoms, Eagle Rising и вот прочие подобные здоровенные модификации. Как вы, наверное, видели по предыдущему моему видео, у меня возникли с этой европейской картой проблемы, когда я играл с ней и Eagle Rising одновременно. Но, опять же, непонятно, почему возникли эти проблемы. Возможно, из-за бага на в текущий момент Surface Soldier, возможно, из-за еще каких-то проблем, черт его знает на самом деле. То есть, здесь нужно разбираться, или самому, или что еще лучше, с мододелом вот этой вот европейской карты. Кстати говоря, сразу предупреждаю, во-первых, чтобы вызвать меню кораблей, нужно нажать M, и это вы можете сделать сразу же. То есть, зашли, после создания персонажа нажали M и вызвали вот такое вот меню. Но, если вы перед этим в любом портовом городе, типа, не купили себе корабль, то из-за этого у вас будет игра вылетать. То есть, я столкнулся с этой проблемой, у меня дико начало бомбить, и я не врубался. Я же все сделал, другие моды отрубил, все сделал качественно. А оказалось, именно из-за этого. То есть, нужно зайти, нужно купить себе какой-нибудь кораблик, и после этого уже данная менюшка будет открываться. Как вы, наверное, видели в данной же менюшке, есть возможность переименовать корабль, это уже доступно. Здесь вы можете выбрать флагманский корабль, то есть, ну, именно тот корабль, на котором вы будете большую часть времени путешествовать. И если у вас в одном городе несколько кораблей, то будет выбираться именно флагманский, имейте это в виду. Вот, можете переименовывать, но здесь также есть кнопочка, допустим, апгрейд. Это пока недоступно. Скрэп, я даже не знаю, что это такое на самом-то деле. Вот, то есть, есть еще некоторые возможности, которые в данный момент недоступны, но будут. Еще есть какие-то концепты, наверняка это возможность какого-то редизайна ваших кораблей, для того, чтобы сделать их, ну, не знаю, допустим, на паруса добавить ваш баннер, или что-то в этом роде. В общем и делом, как-то их кастомизировать. Потому что в данный момент всего лишь представлено три вида кораблей, но наверняка кораблей будет побольше, думаю, штук 5-10. И если те же паруса можно будет хотя бы кастомизировать, это уже было бы весьма и весьма неплохо. Ну, в общем и целом, примерно так выглядит данная модификация на европейскую карту компании. Ссылочку на нее, естественно, я оставлю в описании. И по установке сразу предупрежу, что смотрите на главную страницу данной модификации. Там все подробно, пошагово написано, как устанавливать данный мод. Там не все так просто, поэтому перед тем, как заходить в игру, посмотрите, все ли условия вы соблюли. Ну что ж, а мне на этом все. С вами был Кит, и всем пока. Продолжение следует...